Всем привет! С вами Виктория Цуховская. Я нахожусь в зале Evolve Gym и совсем скоро буду общаться с Крепким Олежиком. Почему же с Крепким и почему с Олежиком, узнаете совсем скоро. Олег, давай начнем с твоего никнейма. Официально ты домкрат, а формально Крепкий Олежек. Расскажи, как это все получается? Крепкий Олежек это вообще недавно, это даже мне сказали такое внутри, внутри нашей лиги, меня так называют, ребята, кто работают, они объяснили то, что меня называли там Крепкий Олежек. Не знаю почему, но вроде бы и складно и весело, но и думаю соответствует. Нельзя обидеться на это по большому счету. Вы какой больше по душе никнейм? Ну у меня нет такого, что там по душе, но домкрат это ему лет 20, наверное. Меня уже звали, я не знаю, когда еще этим домкратом. А почему тебя так звали? Ну я всю жизнь был такой плотный, взбитый, мог войти в ноги раньше, там поднять легко, там кто тебя весит, там раза на два больше. И вот, наверное, из-за этого так меня прозвали. У тебя какая-то врожденная физическая такая сила? Ну я не знаю, врожденная, не врожденная. Ну я думаю, что это, наверное, все-таки приобретенно. Вот ты сейчас вылетел из титульной гонки Гран-при СССР. Что случилось? Я получил травму, да, и попросили, чтобы перенесли бой на короткий буквально срок, но не получилось. Почему? Ну Гран-при и так затянулось. Сложно лиге вообще, ну вот с этим Гран-при видно, что организаторы тоже не справляются. Во-первых, много, много таких накладок, вот допустим, я тоже свой бой ждал, это практически год. То есть тоже не только от меня все зависело, то есть вот я травмировался, но и год ждать, это долго. Это вот может быть распределение пар. Допустим, я бился в марте, да, в середине марта, а мой соперник дерется в конце августа. Вот, это большой, то есть размах, ну мне долго ждать приходилось, поэтому, наверное, все это и вышло. Уже перегораешь даже, ну ты ждешь, 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 бой, настраиваешься, а потом вот и вышло то, что травмировался. Ну это такая серьезная травма, что ты не мог бы выйти. Травма, да, очень серьезная. Ну то, что я выйти не мог, это 100%. Поделись, что за травма? Нет, не скажу. Нет, нет, ну просто да. Ну хотя бы в какой части тела? Нога. Болела. Чуть выше. Болела нога. Может снимки прикрепим с тобой? Сам не будешь говорить, мы просто снимки прикрепим? Не хочешь? А, снимки, ну да. Много очень, вот просмотров, все снимки я прикреплю, вот очень много просмотров. Ну и в общем эта травма несовместимая была с... Это никак, ну 100%, ну просто невозможно. Я, ну думал над этим даже, но это, ну никак. Вот смотри, там у вас какой гонорар был, какой призовой фонд в Гран-при? Ну вообще, как изначально это было, ну не знаю, возможно это какой-то маркетинговый ход такой, что миллион долларов в Гран-при. На всех, да? Но это, скорее всего, на всех, ну и не знаю, будет ли это на всех. Это уже там я в бухгалтерию особо не в это не влезаю. Не заходил, да, в бухгалтерию? Да, но смысл, я же не знаю, у нас гонорары, кто сколько зарабатывает из спортсменов, у всех же свои гонорары по контрактам. Но то, что по выходу, по выходу, ну так как я чемпион, я уже давно в лиге, да, у меня по российским меркам у меня хорошие гонорары. 200 тысяч долларов здесь был, по-моему, финал Гран-при. Ты уже порассчитывал на эти деньги? Да я всегда на все деньги рассчитываю. Нет, ну это нормально, то есть как называться, визуализировать. Да, это нормальный ход событий, как бы ты настраиваешься. Но опять же повторюсь, в нашем деле деньги можно считать заработаны только когда, когда закрылась клетка. То есть это не когда ты готовишься, у тебя подписан гонорар, да, там, ну то есть контракт на эти деньги. Но если ты еще не вышел в клетку, ты денег не заработал, получается, нужно добраться до клетки. Ну вот в этот раз я даже не смог до клетки дойти. Но ты сейчас ментально потрясен, либо нет, либо как бы у тебя полно сил, есть мотивация дальше тренироваться? Ментально. Ментально устойчив ты сейчас? Да, да, как бы я взял сразу же бой, потому что... Ну мне дали Павла Витрука, да, тут на защиту. Я же чемпион, и мне нужно делать защиту. Но здесь еще связано с тем, что сейчас месяц Рамадан, и не все смогут биться сейчас. То есть вот Павел, он не первый там номер, грубо говоря, возможно бы, если бы не вот где-то, то есть не Рамадан, то есть вот, наверное, другой был соперник. Но здесь вот он может подраться. Ну и плюс у нее тоже там победы, у нее там три или четыре победы подряд, поэтому поставили его. Многие фанаты вообще ожидают ваше противостояние с Рустамом Керимовым. У вас получается один-один. И вообще, насколько я знаю, у вас есть какой-то конфликт, и мне кажется, это было бы противостояние с сведением личных счетов. Вот расскажи, тебе была бы интересна эта трилогия, и вообще, какая причина-то конфликта и недопонимания? Да я бы не сказал, что какой-то конфликт у нас не было такого прям. Были какие-то в интернете, возможно, там перепалки, но это как бы даже актуально, и ничего такого в этом нету в нашем деле. Были, да, там, возможно, что-то. Уже трешток, что ли, у вас был? Ну, какой-то, да, но он достаточно короткий был, то есть не было такой раскрутки. Ну, во-первых, если бы это было бы действительно перед боем, у нас был бы вот перед боем какое-то недопонимание, и вот это пошло бы, это было бы интересно. Потом смысла не было это раскручивать. То есть, ну, вот это вот... Ну, конфликт-то был у вас? Настоящий? Ну, сложно сказать. Во-первых, мы после этого уже виделись даже, но там общались, вот как бы, да, вот в этом зале даже, да, мы там виделись, как бы общались. То есть, вот, то, что было до этого, там, в интернете, там переписки, да, там что-то такое там проскользнуло, но это все заглохло быстро достаточно. Потому что, ну, смысла нет, это нужно тогда делать бой было. А у меня, как бы, был уже стоял соперник, и сейчас у меня другой соперник. Не знаю, может, в будущем там что-то, это, скорее всего, но он идет, скорее всего, первым номером. Я прошел в полуфинал, и все, и вот, что и неприятно-то в этом, ну, вот эта особенность Гран-при, то, что вроде бы ты прошел четвертый финал, ты в полуфинале, и я хорошо был готов на полуфинал, и тут вот вылетел. А про трилогию тебе интересно было бы с ним противостояние, либо уже, как бы, ты все, как бы, решил? Ну, это, скорее всего, больше ему интересна, трилогия. Его же, скорее всего, могут беспокоить то, что у него поражение от меня, то есть у него единственное поражение, как я понимаю. Вот, и, возможно, он хочет его как-то закрыть, а мне, как бы, ну, мне другие вещи интересны. Какие? Ну, скорее всего, финансово, наверное, а эти все мне уже трилогии, ну, как бы, так. А есть ли какая-то временная отметка, что ты понимаешь, там, 40 лет исполнится, я уйду из спорта? Либо, как бы, как ты вообще рассчитываешь завершить карьеру? Все-таки для твоего дивизиона легкого это очень, ну, уже большой возраст, как мне кажется. Да здесь, опять же, все зависит от настроения, как ты себя чувствуешь. У меня бывало время, когда я был гораздо моложе и думал, что все, я завязываю и все. После тех трех поражений? Нет, может быть, даже раньше когда-то, просто надоедало, может быть. И, ну, не мог, может быть, настроиться на вот эту жизнь. Нужно было подстраиваться, и поэтому, может, было такое настроение. Это часто, может быть, такие вот... Депрессии. Ну, это не депрессия, такие наития, они наступают на тебя, как бы это выразить. Ну, вот когда всерьез ты задумывался о завершении карьеры? Был ли такой вот всерьез такой, все, я больше не хочу, не могу? Ну, я всегда задумываюсь, у меня нет такого, то, что я сейчас вот... Вот у меня осталось два боя, да, здесь сейчас, на данный момент в лиге, да. И, ну, я как бы настроен вот на эти два боя, но я дальше не заглядываю. Не заглядываю. Дальше я себе говорю, посмотрим, я же не знаю, ну, на самом деле, ну, как бы, и это временной период какой, ну, так примерно, вот, в течение года, а год это нормальный, как бы, срок. А я хочу жить сегодня, здесь и сейчас, и как бы, у меня смысл туда куда-то заглядывать, там, смогу ли я, там, побиться или нет. Я тоже должен был выйти на полуфинал, но вот, не вышел. У тебя так все успешно складывалось, а вот в апреле 19-го года было подряд три поражения, что чувствовал в тот момент, какие были мысли? И тем более, такой возраст уже 35. Ну, ну, там были такие поражения все, вообще все поражения, что у меня есть, у меня нет такого, чтобы вот, ну, вот в этом возрасте, и я вот анализирую, в прошлое заглядываю, чтобы я как-то сильно, вот сейчас, вот, меня это, надо вот столько поражения, вот я такой-сякой, нет. Я просто, у меня есть понимание, то, что я в каждом из этих боев мог выиграть. Я не слаб же этих, ну, то есть мне не нужно, там, знаешь, какую-то там набирать технику, было супер, либо функционал, вынос. Там были вообще моменты, это нюансы, возможно, в какой-то тактике. Ведь иногда поражение и победа, это практически одно и то же, это вот по одной линии ты идешь. Это тоже нужно понимать многим. И мне вот этого достаточно, то, что я понимаю, то, что я мог в этом каждом бою выиграть. А то, что там было у меня три поражения, ну, там где-то были какие-то у меня ментальные. Возможно, я где-то был расстроен по жизни немножко, и поэтому не мог сосредоточиться на боях. А что было? Ну, не знаю, что было, возможно, какие-то свои какие-то внутренние там. Личные истории? Ну, возможно, не знаю, личные истории, возможно, ну, все, что угодно. Опять же, может быть, я в свое время наедался спортом, поэтому... Ты уже очень долго, да, в спорте? Да. А как так получилось, что ты перешел в профессионала? Что за этим стояло? Такой, в принципе, банальный вопрос, но ведь у каждого человека есть история. Первое, когда он приходит в единоборство, вот первое, почему ты вообще пришел в единоборство? Ну, тогда время у нас какое было. Да мне вообще нравился спорт, вообще в любом проявлении. Я начинал, я же был базовым футболистом, я долго занимался же футболом. И вообще всю жизнь я с чем-то занимался. Я проводил там во дворах, постоянно на турниках, там, сюда-сюда. Плюс мы на улицах, было такое время, мы так, все равно компаниями собирали, где-то какие-то драки у нас. Все равно это было, вот эта мальчишеская жизнь такая. И потом, ну, всегда был вот этот дух соперничества. Возможно, из-за этого я пошел потом в единоборство. То, что еще в футболе это командная игра, ты понимаешь. Ну, и я родился в регионе, в таком, с поселка. То есть особо там с футболом. Ты не в Костроме, в самом? Нет, я из поселка сам, из Костромской области. И поэтому там еще пришлось, ну, я из поселка, там, в футбол куда-то прорываться было. Ну, так. Ну, и плюс у нас так зародилось, то, что в наших регионах как бы вот развиты были всякие единоборства. Тогда не было еще, кстати, ММА вообще ничего не было. Тогда были вот, то есть рукопашный бой, вот у нас был развит. Ну, все, вот боевое самбо. Вот с этих дисциплин, в принципе, я начинал. А потом уже пошли вот эти бои. Ну, стало интересно просто. И предложили, да, я помню, это Fight Night был, да, мне Камил Гаджиев тогда предложил. Ну, как-то интересно стало. Ну, давайте, как бы. Ну, интересно. Ну, там, во-первых, и адреналин, и мы тогда к этому относились. Ну, так, прямо это бои, это же что-то такое, это прямо такая драка. Ну, вот такое было, понимая, сейчас это же по-другому. Сейчас я отношусь так же, как и раньше, к соревнованиям по рукопашному бою. Ну, сейчас, с опытом, да, ну, что-то, ну, бой, бой там, в принципе, этот. Ну, а то, что ты хотел достичь, ты уже достиг? Ну, я думаю, что да. Просто, если заглядывать, мне многие пишут, спрашивают, то есть, такие вопросы задают, ты, там, не собираешься в UFC? Ну, я думаю, уже все равно, уже такая, все равно, как бы, годков-то уже, как бы, на дембеле. Поэтому, ну, ты думаешь, ну, там, 40 лет идти в UFC, это ладно бы, если бы у тебя была какая-то PR-поддержка такая мощная, что тебя толкнули бы сразу же, там, ты залез в десятку, там, ну, ура, ну, давайте попробую, вот сейчас, вот, на последних парах, там, пройдусь. А так, где-то в UFC тебя подпишут, и ты, там, будешь толкаться, сколько-то, там, лет, ну, не, не интересно. Даже, мне кажется, в России я здесь уже, ну, давно, и, вот, тем более, ну, сейчас лиги настолько развились, я бы не сказал, что уровень наших российских лиг выступает, допустим, зарубежным. Нет, наши же все доказали же, ребята, давно же вышли там и выигрывали. И сколько у нас, что, и Петр Ян был чемпионом, да, хотя он, он же бился здесь был чемпионом, Петр Ян. Я бы не сказал, что у него здесь были легче бои, он, а там он, когда стал чемпионом, он вообще изначально по всем проехался, потом у него там пошла, там, ли, вот эта вот линия неудач, там тоже, вот, но, тем не менее, я думаю, что, как бы, я стал чемпионом, чемпионом защитил пояс, я думаю, это планка взята, поэтому меня уже особо ничего здесь не расстраивает. А вот в Серьез у тебя были какие-то предложения в заокеанских промоушенах или нет? Было ли то, что кому-то отказывал, думал, сидел такой, смотрел на контракт и понимал то, что нет, лучше побуду в России, как бы здесь лучше перспектив? Были контракты, предложения? Нет, не были, потому что этим нужно было заниматься, такого нет, чтобы там кто-то и же, кто-то, там, вот мы сейчас, там, нет, конечно, никто же не смотрит, что происходит здесь в России, особенно там, особенно если взять, там, организацию UFC, вот у нас тоже же, многие же пытаются подписаться очень сложно, там, ну, хотя, мощные ребята, тот же вот Вартанян, там, вот, было, ну, как бы, очень серьезного уровня спортсмен, тем не менее, ну, там не удалось, поэтому, ну, у меня не было никаких предложений. Но если сейчас вот планка уже взята, то, получается, что тебя мотивирует? Для чего ты в этом спорте? Ну, мотивирует прежде всего, ну, я наладил свой уровень жизни, я сделал так, что это, как бы, стало моим хобби, мне вот, ну, просто я в кайф занимаюсь, и все, ну, мотивирует, что еще мотивирует? Мотивирует деньги, допустим, да, это все равно, когда уже сейчас, на вот этом уровне, все равно организации у нас хорошо могут платить, поэтому. Но ты уже, смотри, ты, у тебя какая-то еще деятельность есть, либо ты только зарабатываешь на боях? Ну. Ну. Чем ты еще занимаешься? Я не буду озвучивать, как бы, пока еще, да, рановато, ну, вот, пока, да, спортсмен, пусть будет так. Но все равно у тебя есть вот туда, куда отступать, если что? Ну, я уже готовлю себе, да, фундамент, поэтому, да. В какой сфере? Не скажу. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну. Олег, через год тебе 40 лет, ты боец легчайшего веса. Знаю, что расстраиваешься, ты чего? Знаю, есть травмы, но скорость, кардио, физуха, они будто не меняются, глядя на твои поединки. Я машина. Ты машина, складывается ощущение, что ты вот не стареешь. Я не старею, да. Что ты являешься чемпионом одной из сильнейших лиг мира. Олег, ну, для легчайшего дивизиона этот возраст. Я даже на вскидку не назову действующих 40-летних бойцов этой весовой категории. Давай рассказывай, в чем секрет, есть ли какая-то волшебная пилюля. Физ, вот совершенно верно. Да нет, ну, наверное, это же тоже, ведь себя тоже можно запрограммировать. Ты определенно себя запрограммировал и идешь по этому пути. А вот это тренинг? Нет, ну, сам себе даешь установки. Ну, ты же себя чувствуешь тоже. Как ты себя чувствуешь и так далее. Я говорю вот то, что я, ну, скорее всего, я не прекращал заниматься. Я все время тренируюсь. А почему ты не перегорел? Ну, то есть, ну, надоедаешь, наедаешься. Бывает. Бывает, да? Это бывает периодами. И у меня были выгорания. У меня было перед последним боем выгорание. Как раз я бился в четвертьфинал. Потому что у меня была сильная травма. У меня была, у меня же грыжа была, да, 9 миллиметров. У меня рука отнималась. Просто там, я еле вышел. Я думал, что я просто выйду и все. А еще я еще и выиграл. Выиграл, да. Да, я готовился просто без энтузиазма. Там вообще у меня мажора не было вообще никакого. Даже, как я сказал, что я превратил это в хорошее хобби. Вот на тот момент это было полное выгорание. Но, тем не менее, вот происходят вот такие чудеса. Я по ходу сумел настроиться. Вот помогли врачи поставить сейчас на ноги. И врачи, да. У меня был хороший врач, да, Андрей Астахов. Он меня так вытащил хорошо. Ну, что вот ты чувствовал в тот момент, когда у тебя отнимается рука. И по факту руки тебя кормят. Ну, хоть и говорят, боксеры ноги кормят. Ну, я-то не боксер, да. Тебя еще и руки кормят. У меня было... Ну, я себе дал установку. Главное, вот, по плану действовать. То есть, то, что там вот мы с тренерами надумали. И это, в принципе, прошло. И, ну, прокатило. И то, что я, я прям блефовал. То, что я прям четко готов. Я вот здесь вот. Хотя даже вот, ну, ну, было сложно. Потому что я не чувствовал таких сил. И по подготовке я просто у меня был провал полный. Во-первых, я лечился долго. Я лечился сколько? Год целый. И я не тренировался. То есть, ты представляешь, насколько я провалился и в кардио, и во всем. И я сразу же вышел, мне говорят, два месяца, но это мало. Мало, когда. Когда ты стоишь долго. Два месяца, на самом деле, для подготовки, это более чем достаточно. Когда ты действующий спортсмен, ты там в нормальной форме. То есть, у тебя нет травмы. А здесь, когда я стоял год, это было сложно. Я даже не набрал эту форму. Ну, как вот, тем более на пять раундов. Но, тем не менее, вот, я выиграл. Ну, а себя сейчас как чувствуешь? Ну, вот, по поводу этой травмы, конечно, уже лучше. У меня там ушла грыжа с девяти до двух миллиметров. Я полностью залечился, можно сказать. Полностью. Так что, вот. Вот. Чудеса же. Крепкий Олежек. Вот и крепкий Олежек. Чудеса же. Еще есть удивительный факт. Я родился 14 февраля. Ну, еще что. День святого Валентина. Ну, давайте. Ну, давайте. Поговори. Вот, представляешь, если бы тебя папа назвал Валентином бы? Ну, поругался я бы, наверное, с папой. Точно. Если бы тебя звали Валентин, то что бы ты сделал бы? Ну, не знаю. Валентин Борисов. Ну, я бы не хотел, конечно, себе такое имя. Тем более, вот, имя, но в индустрии ММА, наверное, нет. Валик. Ну, в какой-нибудь другой индустрии, если бы я был бы, другого воспитания, там, какого-то, там, возможно, может. Хотя имя, что-то, оно ничего не значит. Но, я думаю, меня тоже, наверное, мало кто бы меня, представляешь, прикалывались бы надо мной. Я бы узлился бы. А были ли моменты, когда ты прикалывался, и тебе приходилось тащить ему? Ну, нет, какие-то, какие-то, Валек, да. Валек, ты что? Нет, по поводу, вообще, по жизни, нет, ну, были какие-то моменты, ну, такие, вообще были какие-то, и уличные, там, я помню. Ну, это в основном, там, годы студенческие и так далее. Проигрывал когда-нибудь на улице? Нет, конечно. Я и дрался, последний раз, студентом, наверное, был. Я и не дрался, нет, конечно, мне и драка не было. Никогда не было? Нет, было, вот, еще, может быть, где-то, когда был студентом, все, после этого не было, наверное, больше драк. Как студентом был побит? Нет, я не был, ты сейчас себе позволяешь? Нет, спрашиваю, как есть. Я сейчас говорю, тебе тащить не знаю. Надевай перчатки. Давай, сейчас будем махаться. А ты на кого учился, кто-то по образованию? Я учился, я заканчивал в факультет физической культуры, спорта и туризма. На тренера? Естественно, тренер, преподаватель. Вот когда ты учился, это как бы так было для галочки получить образование, либо ты понимал, что спорт закончится, и ты пойдешь работать тренером? Тогда, наверное, мама мне посоветовала, говорит, ты все равно что в спорте постоянно, говорит. Мы что-то думали-думали, там, куда поступать, то есть, ну, давай, все равно высшее образование, ты здесь, ты как рыба в воде, говорит, давай сюда поступим. Ну, и поступили в университет. Ну, я так и продолжил двигаться по спорту, и потом. То есть, ну, в то время это образование кодировалось, на самом деле. С этим образованием можно было куда угодно, даже, и я же, я же в системе МВД проработал очень долго. Участковый, так, я был участковым, по званию, я капитан, у меня уволили уже. И ты уже капитан был? Я капитан был, у меня уволили, да. За что? А просто сократили. Просто так? Да, за полгода до пенсии. Не, серьезно, за полгода. Ну, как бы, да. Я, говорит, участковый был. Ну, я говорю про образование, тем не менее, тогда с этим образованием давали офицеров, сейчас уже не дают офицеров. Я же тоже просто на Петровке 38 работала, в полиции. Вот. В главке МВД. Вот так вот. Я все знаю. Вот, а потом какой-то уже был год, все, изменили, сказали только обязательно юридическое образование, системы, правоохранитель. Поэтому все. Лавочка. Лавочку прикрыли. Да. Участковому. Ну, тем не менее, что нет, можно работать тренером, пожалуйста. Что ж можешь? Видишься тренером? Сейчас у меня в практике было много этой работы, я же работал тренером. Да, я даже вел физподготовку в учебном центре. МВД. МВД вел даже. В центре профподготовки. Да, профподготовки вел. То есть у меня этот опыт есть, я и детей тренировал тогда. Тренерская работа, если заниматься не индивидуально, то есть какой-то там фитнес, там, вот этой сфере, а именно на результат спортсменов готовить, то это же время, это же ответственность за детей и так далее, за спортсменов. То есть вот, и ты должен ее на себя взять, поэтому я как-то пока у меня не лежит душа к этому. А ты в детстве кем мечтал стать? Президентом? Не знаю, не помню. А сейчас у тебя какая мечта? Мечта. Так, надо, потому что ты меня прям врасплох достала. Достала, достала. Врасплох достала. Врасплох достала. Ты в России хочешь жить? Ну, я не думал куда-то переезжать на самом деле. Ну, как бы я живу, мне комфортно в России. А у тебя есть дети? Конечно, есть. Да, у меня сын, 5 лет. Скоро 6. Логично. Да, не, не логично. Буквально вот, 20, скоро 2 марта. А ты женат? Конечно. Как же. Мне 39 лет было недавно. Ну, не у всех 39 лет есть семья. А ты больше живешь в Москве? Вот, наверное, мечта. Побольше детей. А у тебя сейчас только один ребенок? Да. Ну, надо работать. Надо цараться. И все сбудет. Про травмы не говори ничего. Про травмы. Ну что, крепкий Олежек, спасибо тебе сегодня за интервью. Рада была с тобой поболтать, пообщаться. Я думаю, в ближайшем будущем мы с тобой еще запишем какое-нибудь огромное, большое интервью. А сегодня так у нас. Какое мы как будто сегодня всю жизнь проехали. Уже просто проехали. Что будет в этом большом интервью тогда? Придумаю для тебя какие-нибудь вопросики каверзные. Может, не каверзные, может быть.